Пусть меня просят все, кто тут говорил, но самое важное, что здесь было сказано, если сказать, что наш друг Мейер, это катастрофа. Это самое важное, что здесь было сказано. Я прошу прощения, что никто меня не обижается. Катастрофа. Я хочу сказать несколько слов, чтобы просто немножко поняли это. Все это... Робель говорила о вещах, которые... Ну, действительно, катастрофа. Есть катастрофа, которая есть, но она менее видна, но это тоже катастрофа. Тоже катастрофа. Я сейчас говорю перед людьми, что есть огромные заслуги. Наша сказочная община, которая пережила через все погромы, изгнания, коммунизм, нацизм, все что угодно, все это пережила. И сейчас не пробудилось, кто ли, возвращается, кто ли. Это великие люди. Это великие люди. И я хочу просто коснуться одной вещи, которой еще никто здесь не говорил. Когда такие великие люди, как вы, как мы, возвращаемся к Тории, что мы хотим? Что мы хотим? Мы видели все зло, отрыва от того. Мы видели искалищенные семьи. Я думаю, что здесь есть немного людей, у которых родители никогда не разводились. Немного, я думаю. Если есть 10%, я думаю, что это много. я знаю, что я говорю. Мы искали второе, истину. Мы искали еще одну вещь. Есть у нашего народа великая сила. В чем его великая сила? Мы прошли через огромное и страшнейшее изгнание. Но с нами присутствовала шхина в наших домах. Да, евреи были в гетто, евреи для этого времени издевались, был голод, нечего было есть, были всевозможные цористи. Но в еврейском доме внутри была шхина. А шхина – это была радость жизни. Это было внутреннее озарение, близость к Творцу. И наш народ во всех перепитиях своей истории говорил с радостью жизни. У нас очень радостный народ. Очень радостный народ. Почему это так? Наш народ 2000 лет после решения храма он жил с присутствием шхины, шхина-боголута. Понятие шхина-боголута, шхина в изгнании, об этом пишет Рамхал, источник какой-то Зоар, она намекает, известный всем глава в Торе. Это Тиват Ноах, это Ноев Ковчег. Что это означает? Вне Нового Ковчега есть потоп, есть смерть. Смерть. Внутри Нового Ковчега есть весь мир и вся жизнь. Есть шхина. Наш народ прошел через все перепитии галута. Не вся в себе шхину. Да, это не было шхиной во всем расцвете, как была в храме, в период храма. Это была шхина-боголута, которая не раскрывалась так широко, высоко, как при храме. Но каждый еврейский дом, муж и жена удостоились, это было без присутствия шхин. Давайте просто поймем, что происходит. Я начну с того, что наш фриктор Бензин уже упомянул. Четыре группы, которые принимают шхины. Что это означает? Это не только наказание в мире грядущем. Они и в этом мире не могут достовиться шхины. Это вещь совершенно очевидная. Тот, кто наказывается этим, что в мире грядущего не достается, и в этом мире не может от него быть. Еврейский дом, в котором муж и жена друг с другом не разговаривают. Это окажется, сниться со своими кранами. Это место присутствия шхины, даже если нет долгов, даже дети еще не вышли на улицу. Это место присутствия шхины, в этом доме должны вырасти еврейские дети. Так они вырастут. Мы читали в последней главе о том, что когда есть дурные мысли, когда есть люди, когда в нашем лагере есть вещи, которые нельзя видеть, вещи продолженной скромности, сказано «вы шавна ахарах», все вещи нас оставляют. Давайте просто поим простую вещь. Это катастрофа! Это катастрофа! Катастрофа в том, что даже когда нет этих тяжеленьких проблем, Робмен занимается клиническими случаями. Я говорю, есть случаи не клинические, но это тоже катастрофа. Когда мы, не дай Бог, когда мы живем с интернетом в доме, с фейсбуком, с засловием, и все это стало дозволенным, все это стало просто, разрешено, мы изгоняем шхину из наших домов. Я хочу поставить вопрос нам самим. Ради этого мы бы вернулись в секторе, чтобы изгонять шхину из наших домов? Ради этого? Вопрос очень простой. Что мы хотим, чтобы видели наши дети? Я хочу поставить одну историю. Я слышал 37 лет тому назад, когда мы поселились в Зуфаким, нас там приняло, и очень нам заботилось. Одна женщина, называли ее Рабонитлея Дайч, она захоронала греха. Она погибла, и когда они рассказывали после смерти, Рожешетопу Кимравгорова сказал следующую историю про нее. Павел, ее муж, Ибадер Хаймару Киварам Дайч, очень важный, большой деятель, первый на все, что я скажу святого, у него была машина, у него была машина, для чего? Чтобы детей можно было перевезти в какие-нибудь учебные заведения, чтобы бегать по каждому делу, когда было необходимо. У него была машина, это был кликой, видишь. Ну, приема пришла его праведная жена и сказала, она просит продать машину. Прошу продать машину. Дети должны видеть папу с гоморрой, а не с машиной. А не с машиной. Это не был компьютер, это не был интернет. Она хотела, чтобы дети ее видели папу с гоморрой. Папу с гоморрой. Опять же, я не буду никого продать машину, поверите все правильно. Это не моя тема. Дело сейчас не в машине. Я хочу, чтобы просто поставили один вопрос. Какими нас видят наши дети? Какими не видят отцов? Какими не видят матерей? Есть бы в доме атмосфера шхины, размера радости того, что мы евреи, что соблюдаем Тору? Меня сегодня задали очень такой вопрос ребром. Вопрос ребром. Вопрос правильный. Люди привыкли к всевозможным удовольствиям, отдыху и так далее, еще и на интернет. Что мы можем видать вместо этого? А как проводить свободное время? Есть лахо с давлением, такое-то, есть лахо с парносой. Вопрос правильный. Я выслушал внимательно. И есть тут проблема, есть проблема. Какой истинный ответ на эту проблему? Нет, помните, я всегда рад помочь другим. Помочь этим. Я не против, что помогали, искали решение. Вопрос поставил другой. Мы находимся в изгнании. И наш народ всегда жил с проблемами. Жил с проблемами. Но наша сила была в том, что даже со всеми проблемами, со всеми проблемами, мы несли с собой шхину через Тору, через молитву, через истинное здоровое отношение в семье. Еврейский дом это был крепостью, когда прожилствовала шхина. Я знаю это из семьи Робин Сиона. Какая радостная обстановка была в доме Робинсиона. Там, в Ташкенте, в Ташкенте. И там им легко жилось. Робин сказал про себя, что, по-моему, раз в жизнь он ездил на такси, потому что не было возможности. Работал 20 часов день часто. Было легко? Не было легко. Но это было место присутствия шхины. И поймите, это доступно не только Робинсиона. Это не раз рассказывал эту историю как-то брат моего друга Робинсиона Шакотовича зашел к Робинсиону. Они были близки, были севиалы близка к нему. И спросил его, шхина в нашем народе это, конечно, у людей уровня Хевицхаема, Хазанны, что подобное. Робинсион Фаиштин возмутился этим. Не изгоняйте шхину из еврейских домов. Это подобает каждому еврейскому дом. Каждому еврейскому дом. Мы просто поймем. Это катастрофа. И не катастрофа в тех случаях, как говорил Робин Мэйр, только этого. Это катастрофа, когда мы изгоняем шхину из еврейских домов. Это катастрофа. Это катастрофа. Есть катастрофы человеческие общие. Называется боли, боли интернетом, мокру и все прочее. Это касается всего мира. А что касается нас, религиозных евреев? Именно нас. То, что интернет в доме, мы изгоняем шхину. Изгоняем ее. Хочу сказать одну вещь еще. Мы идем по канату. Что значит по канату? Я объясню это. Мы говорим Пасханная гадея, что в каждом поколении нам противостоят наши враги и нас уничтожить. Приводят наши мудрецы, Бетелеви и другие. Мы имеем в виду не только физическое уничтожение. Мы имеем в виду также духовное уничтожение. Мы в состоянии, когда еврейский народ просто в своем рассеянии духовном, когда говорили еще о страшнейшей ассимиляции, страшных, так сказать, процентов взвешенных браков, нам необходимо выйти к людям, которые не приходят к нам в Бетамидраш. Они туда не приходят. Они не ищут еврейские книги в магазине. У нас нет выхода зачастую пользоваться тем аппаратом, который может не упройти. Это те же тот же интернет, та же помойка фейсбука. Да, меня спросили 4 года назад, почему в Бердцах пользуются фейсбуком? Почему? Я четко ответил ему. Еврей находится в помойке. Надо бросить ему в писательный круг или нет? Надо вытащить его или нет? Надо просто знать, что это помойка. И знать, что то, что необходимо, иногда надо зайти в помойку, вытащить его до еврея, чтобы не тонул. Надо. Надо знать, там не оставаться. Надо знать, себя оберегать. Понимаете? Мы идем по канату. С одной стороны, мы говорим, что надо себя оградить от этой катастрофы. Катастрофы, опять же, это не катастрофы, только на уровне, что Мейер говорил. Эта катастрофа у нас на гораздо более низком уровне. Эта катастрофа. Но с другой стороны, нам не хватит этим пользоваться. И тут у нас действительно, это не просто парносы. Парноса, парносами наши маи. Человек может искать другую работу, кто-то очень постарается, все же поможет в любом месте. Но есть люди, которые тонут, тонут. То есть, большая часть нашего народа, она утонула в гоишках во всем мире. Страшная статистика Мейера, это страшная статистика, что наша община, она и в самом тяжелом положении во многом. Так нам необходимо пользоваться всеми способами дать людям кислород еврейства. В такой форме, в такой форме, каждый по-своему. Надо понимать только одну вещь. Это не значит, что этим можно пользоваться для самих себя. Этим нельзя пользоваться для самих себя. Человек, у него есть такое «Митокши, а не о сег бакеруф, а не о листакел бакамадварим». Я уже пользуюсь интернетом, для чего-то хорошего. Я еще куда-то загляну. Немножко новости, немножко покупки, немножко то, немножко то. Надо знать. Мы идем по минному полю. Это минное поле. Любой шаг в сторону, мы можем погибнуть. То, что здесь упомянули, я помню детей. Когда-то была одна ситуация, когда меня было приблизить в какую-то семью, у которых были проблемы. Был вопрос, ходите вы в эту семью с детьми. Я сказал мужчине в брак и фриде на следующую вещь. Не берут детей на фронт. Не берут детей на фронт. Тебе необходимо быть на фронте. Тебе необходимо помочь людям, которые находятся в страшном болоте, идут вытащить их. Будь осторожен, оберегай себя, притяни им круг, чтобы идут вытащить. Но не надо брать с собой детей. Давайте просто поймем. Я скажу просто одну вещь. Мне сказал один из моих членов моих семьи такую очень емкую вещь. Это делал широкий, который ставился в интернет. Но пусть твои дети об этом не знают. Я не относился к этому серьезным. Я об этом узнал, моя дочь. Я сказал следующую вещь. Папа, а ли вай шалойте юдеймезе? Юдеймезе? Видите, моя дочь прекрасно понимает, что я не играю с интернетом, у нас дома нет ни интернета, ни электронной почты. Она прекрасно это знает. Меня никто в доме не подозревает ничего другого. Но то, что как-то, знаете, я в этом участвую, это уже для моей дочери был удар. 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 пустить счета и пустить и пустить в колель. Пустить и пустить в колель. Вопрос очень простой. Вопрос пойдет ли я в колель или после того, как он закончится счетами, откуда такие вещи другие. И человек, который меня спросил, очень меня хорошо понял. Он был человек, который знает, что это такое. Мне надо просто сказать одну вещь. Нам надо знать одну вещь, что-то, даже если нам не будем пользоваться этим вещем, которое необходимо, это не значит, что вещи разрешены. Да, можно, допустим, прикасаться к женскому телу. Нельзя. Но когда женщина тонет, тот, кто не будет спасать, называется хасид шойте. Так нам не надо быть хасидей шойте. Значит, нет разрешения. Можно спасать, но это не значит, что можно пользоваться. Безусловно, то, что вещь необходима, сейчас надо думать о том, как сделать возможность пользоваться так, чтобы не было проблем. А просто понять одну вещь. То, что происходит сегодня, это катастрофа и эпидемия. Ксим и Ксим и Туев.